Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова и за фонтан, и за школу. Теперь главное – учение, учение и только учение. Никакой дистанцион. Спасибо Российской Федерации, рабочим, городу Уфе, в общем, всем-всем. Петровчане вас любят. Чтобы провести капитальный ремонт в школе, из Башкортостана привезли 10 грузовиков со стройматериалами. Республика также помогла и в закупке мебели, а также оборудования на 25 миллионов рублей. Средняя заработная плата медперсонала в республике выросла до 38 260 рублей. Это на 3300 рублей выше, чем годом ранее. Такие данные приводит Башстар. Медсестры и санитары зарабатывают в среднем 37 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры – 38 600. Медработники с высшим образованием получают 74 700 рублей. Это на 4500 больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что причина высоких показателей в исследовании – высокая разница среди зарплат внутри одной категории. Надо учитывать, что существует фактор высокодифференцированности заработной платы у медиков. И вот в эту среднюю величину включают также и зарплату руководящего состава, которая априори выше, ну и должна быть выше. Средняя зарплата также складывается из доплат за дежурство, за переработку, что в конечном итоге приводит к, я бы сказал, несоответствию трудозатрат и оплаты труда. Ну и отметим, что на начало года в Башкортостане насчитывалось 37 тысяч медработников среднего звена и 14 тысяч врачей. В прошлом году их численно сократилось на 400 человек. Спрос на покупку отелей, базы отдыха и других объектов туриндустрии в Башкортостане увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РБК УФА сообщили в пресс-службе сервиса Авито. Сильнее всего спрос на объекты туриндустрии увеличился в Алтае в 3,5 раза. На втором месте Челябинскую область, где спрос вырос в 3 раза. Башкортостан занимает в этом рейтинге четвертую строчку. По общему объему просмотров объявлений готового гостиничного бизнеса республика расположилась на 10-й строчке среди других регионов страны. Каждый 20-й просмотр гостиничного бизнеса приходится на Башкортостан. Эксперты усомнились в выводах электронной площадки. По их словам, спрос на качественные гостиничные объекты с начала года действительно вырос, но не так значительно. Ну и в прошлом году в Башкортостан приехало 3,5 миллиона туристов. И это на 17% больше, чем в 2020 году. Правительство республики приняло программу развития внутреннего туризма. На эти цели в этом году направят 665 миллионов рублей. Средства пойдут на создание условий для развития туристической инфраструктуры, повышения качества турпредложений, ну и на развитие лечебно-оздоровительной и детской индустрии отдыха. К этому участвуют все новости. Оставайтесь с РБК.